Танкист Николай Жданов в этом году на парад, к сожалению, попасть не смог. Возникли проблемы со здоровьем. Ещё вчера защитник Отечества был в реанимации, а уже сегодня принял подарки из рук градоначальника. Таким встречам, признается ветеран, он рад всегда. Кроме Николая Иларионовича, в Бобруйске живёт 141 свидетель войны. В празднике ни один из них не остался без внимания. Александр Викторович приглашает вас на приём. Помимо цветов, подарков и слов благодарности, ветераны получили и помощь на дому. Активисты БРСМ помогли навести порядки и даже вскопали огород. Впрочем, учитывались все пожелания защитников Отечества. Я считаю, это нужно делать для людей, в принципе, тем более для пожилых и ветеранов. Потому что они не могут это сделать сами, и, возможно, у них нет детей, родственников, чтобы они это сделали. И поэтому мы приходим делать это. Кстати, в знаковую дату к ветеранам особый подход. В канун 9 мая мэр Бобруйска дал распоряжение, чтобы руководство предприятий и организаций города обзвонили каждого, чтобы узнать, какой именно подарок хочет получить свидетель войны. Среди презентов материальная помощь, продукты питания и нужные вещи в быту. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не остался без внимания.